Народ, в ВК появилась группа, в которой бот раздает халявные девайсы и гаджеты, такие как iPhone, PS4, Apple Watch и кучу других ништяков. Получить приз довольно просто. Заходи в группу ВК CrazyBox, подписывайся и пиши боту промокод. Тебе будет выдан код, копируй его, активируй у них на сайте по ссылке ниже и получай бесплатный приз. И тут реально можно выиграть крутые девайсы, уж такой халявы я точно не встречал. Заказывай доставку полученного приза, либо продавай его на сайте и на эти деньги открывай платные коробки. Так что подписывайся и возможно ты сможешь выиграть даже новенький iPhone. Ссылка в описании. Всем привет! Наверное большинство уже и так знают, что Джонни Депп наконец завел свой личный инстаграм аккаунт, который собрал 150 тысяч фолловеров за первые четверть часа, более 2 миллионов за сутки и сейчас является самым активно растущим инстаграм профилем в мире. Но в то время как сам актер пытался донести до своей аудитории очень важные и серьезные вещи, касающиеся современной обстановки в мире, его страница подверглась атаке поклонников Гарика Харламова, как это ни странно. Как произошло подобное, что говорят на эту тему в мире и что ответил сам актер многочисленным троллем, а также последние новости его судебного дела с бывшей женой и новые неблагоприятные последствия для Амбер Хёрд, которые все нарастает и нарастает как снежный ком. Обо всем этом прямо сейчас будет интересно. Ну что ж, уже традиционно перед тем, как начать, поставьте палец вверх, кто поддерживает Джонни Деппа и переходим к новостям. Итак, как я уже говорил, инстаграм актера, как это ни странно, стал довольно резонансной мировой новостью из мира поп-культуры. То ли персона актера сейчас настолько популярна, то ли просто на фоне всеобщего карантина свежей информации не так много, а может и первое и второе, но о том, что один из сторожилов Голливуда, который доселе не имел абсолютно никаких социальных медиа и по собственным словам актера вообще не понимал, зачем все это нужно, теперь присоединился к интернет-сообществу, написали абсолютно все мировые ресурсы. Что ж, судя по всему, некоторые решили поиметь с этого свою выгоду. Речь сейчас о Гарике Харламове, широко известном на просторах бывшего СССР, человеке, который сам обладает некислым таким инстаграм-активом за 7 лямов. Так вот, недавно Харламов призвал своих фолловеров, цитирую, «поприветствовать актера в инстаграме, как мы умеем». Харламов предложил своим подписчикам перейти на страницу Деппа и написать под его постами один единственный комментарий. «Ебушки-воробушки, Джонни, ты?» Данный призыв был настолько горячо принят явно скучающим во время карантина и не слишком вдумчивым народонаселением, что уже в ближайшие часы после этого инстаграм Джонни был просто завален однотипными комментами с хэштагом «мы от Харламова». Более того, в комментариях появились даже целые русскоязычные ответвления, где народ уже просто начал общаться на отстраненные темы. Вообще, конечно, подобные выходки уже не новые, так ранее нечто похожее творилось в аккаунте Леди Гаги после расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк. Но, честно говоря, происходящее сейчас для меня лично выглядит не столько смешно, сколько глупо или даже как-то противно. Ведь, во-первых, все мы знаем, какие непростые времена сейчас переживает лично сам Джонни. Не думаю, что, конечно, прочитав русскоязычные комменты, актер как-то сильно будет потрясен, но все равно тонны одинакового спама – это мало приятного. Во-вторых, тема, с которой актер начал общаться в своем инстаграме с общественностью – тема очень серьезная и совершенно не юморная. Когда Джонни говорит о том, что люди лишаются всего, дети умирают, и мы с вами сейчас как никогда должны поддерживать друг друга, вот какую поддержку он сам получает из-за океана. И в ответ на призыв актера о том, что нужно протянуть руки ближнему, он слышит «Ебушки-воробушки». Ну и в конце концов, думаю, все прекрасно понимают, что вряд ли сам Гарри Харламов запустил всю эту движуху просто из желания покуражиться. Честно говоря, его комментариев мне на момент создания этого видео найти не удалось, но, скорее всего, он просто-напросто решил по легкой словить хайп на личности Деппа, да еще и на международном уровне, мол, возглавил крестовый поход на буржуинет. Но тут, кстати, чувака ждал явный облом. Во-первых, пока что, на данный момент совершенно никакой реакции от самого Джонни, на которую, небось, втайне уповал Харламов, не последовало. Да и вообще, полистав множество англоязычных изданий, я не нашел ни одной статьи, где бы хоть что-то говорилось об атаке русскоязычных пользователей на страницу Джонни Деппа. Так что спокойно, на Западе всем абсолютно пофигу, для них любые воробушки, как некие китайские иероглифы. Поэтому, кто поспешил побежать на страницу Джонни, не тешьте себя иллюзиями. Сам же Харламов, наверное, уже призабыл, как его самого, полгода назад чмырили, где только могли. Кстати, как мне кажется, тоже совершенно бредово и незаслуженно за съемки Кристины Асму с его жены в фильме «Текст». Ну, видимо, теперь великий комедиант решил направить народные массы подальше от своей личной персоны, типа, пускай престибутся уже, наконец, кому-то другому, а меня ставят в покое. Вообще, конечно, эта тема не то, что прям стоящая какого-то сверхсерьезного анализа, просто как-то не очень приятно, когда людей используют как хомяков, а они с радостью бегут, куда им скажут. Тем более, что фигура лично Джонни и его посыл, с которым актер вышел в интернет-пространство, ну уж точно не та кандидатура для подобной хрени, как будто других куда более сомнительных персонажей вокруг мало. Ладно, черт с ним, с Инстаграмом, ведь к нам подоспели свежее обновление и по делу Джонни и его бывшей супруги Эмбер Хёрд, а также по иску актера против таблоида Сан на 50 лимонов, ни много ни мало. Так вот, оказывается, что судебное дело по вопросу клеветы против ресурса Сан и его исполнительного редактора Дэна Вуттона лично за статью, опубликованную в апреле 2018 года, в которой утверждалось, что Джонни избил свою жену Эмбер Хёрд, входит теперь в свою активную фазу. И хотя сейчас из-за карантина самослушание провести, разумеется, не могут, работа юристов с обеих сторон кипит, а по сообщениям издания Guardian, Эмбер Хёрд, оказывается, также будет давать показания о предполагаемом сексуальном насилии со стороны ее бывшего мужа Джонни Деппа, правда, за закрытыми дверями. Эмбер сейчас по понятным причинам является основным свидетелем со стороны таблоида, но самослушание было решено сделать непубличным без присутствия прессы. В то же время сторона Джонни Деппа настаивала на том, чтобы дело велось именно публично. Она, в смысле Эмбер, не стремилась к анонимности, как раз наоборот, говорит Дэвид Шерборн, выступая от имени Деппа. Юрист утверждает, что обвинения Хёрд окажутся откровенной ложью, и сказал, что их необходимо тщательно, очень тщательно изучить. В то же время защитники бывшей жены актера парируют, мол, в таком деликатном вопросе, и их клиентка имеет право на конфиденциальность, ну и все в этом роде. Как бы там ни было, разбирательство по решению судьи все-таки будет закрытым, хотя, уверен, подробности рано или поздно всплывут на поверхность. Что же касается самой Эмбер, то ее все еще догоняют последствия собственноручно начатой тяжбы. А именно, ну то, что петиция о смене Эмбер Хёрд во втором Аквамайне все еще очень неплохо набирает обороты, а сама студия Warner Bros. всерьез задумывается над тем, чтобы как минимум существенно урезать роль Эмбер и ее героини в сиквеле, мы говорили еще ранее. А вот по самым последним новостям, бывшая Деппа лишается очень денежной должности, будучи на протяжении долгого времени лицом бренда L'Oreal Paris. Пока что компания, правда, не подтвердила данную информацию официально, но ряд источников сообщают, что бренд не хочет иметь дело со столь неоднозначной в современных условиях личностью, как Эмбер, поэтому они твердо намерены свернуть их контракт. Что ж, в случае, если информация подтвердится, это будет еще одним очень сильным ударом по Эмбер Хёрд, не только с точки зрения имиджа, но и в финансовом плане. Ведь подобные сделки, как скажем с L'Oreal, приносят зачастую звездам очень кругленькие гонорары. Сама же Эмбер Хёрд в последнее время изрядно тратится на юристов, да и ее кинематографическая карьера в обозримом будущем под большим вопросом. Кстати говоря, в своем видеообращении в Инстаграм, посвященном мировой ситуации с коронавирусом, Джонни невзначай все-таки намекнул на свои личные проблемы, сказав в самом конце, на личном уровне, спасибо всем за вашу доброту, вашу неизменную поддержку и вашу силу на протяжении многих лет. Большинство поклонников актера решили, что речь шла именно о поддержке общественности во время разборок актера со своей экс-супругой. Да ну еще из последнего. Бывшая помощница Эмбер Хёрд Кейт Джеймс, которая в начале этого года огорошила общественность своими крайне негативными высказываниями в сторону былой начальницы, скорее всего, также предстанет перед судом в качестве свидетеля по все тому же делу Эмбер и Джонни. Напомню, что ранее ассистентка Эмбер Хёрд, работавшая с актрисой в период между 2012 и 2015 годами, рассказала о настоящей психической неуравновешенности своей бывшей начальницы. По словам Кейт, Хёрд очень часто срывалась на сторонних людях и на ней самой могла рать часами, без устали и вести себя совершенно неадекватно. Самого же Джонни за глаза будущая бывшая жена именовала не иначе, чем стариком, и по словам ее ассистентки, относилась к актеру очень пренебрежительно, при этом активно пользуясь всеми плюсами отношений с голливудской звездой. Также Кейт Джеймс утверждает, что ее работодательница подсознательно или осознанно пыталась копировать стиль Джонни Деппа, а еще что на ее теле или лице она никогда не видела никаких следов насилия. В то же время, по словам экс-помощницы, Эмбер Хёрд увлекалась сильными транквилизаторами, запивая все это алкоголем, так что в таком состоянии она была совершенно невменяемой. Короче говоря, все это, разумеется, не могло остаться без внимания ни с одной, ни с другой стороны, и теперь Кейт Джеймс, оказывается, также хотят привлечь к делу в качестве одного из ключевых свидетелей. Если это в самом деле произойдет, и бывшая помощница Эмбер Хёрд не поменяет своего мнения, то подобный поворот может оказаться очень не на руку для бывшей жены Джонни, ну и, конечно, на руку ему самому. Что ж, посмотрим, как дальше будут развиваться события, мы продолжаем следить за всеми обновлениями, поэтому подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, так всегда будете в курсе свежих новостей. А также ставьте пальцы вверх под этим видосом и пишите ваши комментарии. Спасибо всем, кто был с нами, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok